12 мая для ЛНР особый день. 10 лет назад более 96% избирателей, принявших участие в референдуме, проголосовали за независимость Луганской Народной Республики. И 12 мая 2014 года был провозглашен суверенитет ЛНР. Свой выбор луганчане защищали с оружием в руках, а в сентябре 2022 года они твердо заявили о решении быть со своей родиной, Россией. Сейчас ЛНР активно развивается. Строятся новые дороги, жилые дома, промышленные предприятия, восстанавливают школы и больницы. На важное взаимодействие между Луганской Народной Республикой и Волгоградской областью наш регион взял шество на Станично-Луганском районах. А в день десятилетия создания Луганской Народной Республики было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами двух российских регионов. Наша работа не заключается только в этом формате, потому что мы все живем в новейшей истории и вызовы бывают разные, поэтому оперативно работать мы будем не только в рамках соглашения, но уже, в принципе, как я неоднократно сказал, мы уже работаем. Поэтому я со своей стороны хотел бы поблагодарить коллег, которые сегодня приехали в десятилетие республики по такой знаменательной дату. Я с огромным удовольствием и от нашего губернатора Героя России Андрея Ивановича Бучарова и от Законодательного собрания Волгоградской области поздравляю всех жителей республики с этим юбилеем. Волгоградская областная дума в прошлом году, в декабре отметила 30 лет. 30 лет – это огромный опыт работы, работы Законодательного собрания, работы аппарата Волгоградской думы. Я абсолютно уверен, что тот опыт, который наработан нами, он пригодится и Денису Николаевичу, и Народному совету Луганской народной республики. Еще мне хотелось бы сказать, вот Денис Николаевич говорит, что я настаивал, я просил Дениса Николаевича подписать соглашение не где-то там, а вот именно здесь, в Луганске, потому что, ну, когда-то Сталинград, он сыграл особую роль в годы Великой Отечественной войны. Это родина победы, это непокоренный город. Сегодня Луганск формирует современные истории не только республики, но и России. И поэтому нам вот вдвойне приятно вот двум великим городам, регионам вот здесь подписаться вашим. Участники юбилейных мероприятий возложили цветы к мемориальному комплексу «Незаживающая рана Донбасса». Присутствующие почти лимитуты молчания память спавших за освобождение ЛНР. Елена Тароян, Наталья Гордеева, Алексей Алтухов, Волгоградская правда.